Солидарность с Белоруссией. Международная конференция под таким названием прошла в Польше. Евросоюз решил не только ввести санкции в отношении Александра Лукашенко и его сторонников, но и поддержать белорусскую оппозицию. Как выяснял Константин Рехвешвили. 200 представителей из 40 стран Европы собрались в Варшаве решать судьбу Белоруссии. Посовещались и решили помочь противникам Лукашенко. На построение гражданского общества белорусские неправительственные организации получат от Евросоюза 87 миллионов евро, а финансирование оппозиции вырастет в 4 раза до 15 миллионов евро. Так европейцы решили компенсировать их моральный и физический ущерб. После президентских выборов белорусская оппозиция не поздоровилась. Как говорил товарищ Сталин в 1934 году, неважно, как люди голосуют. Возможно, на примерах президентов Туниса и Египта президент Белоруссии Александр Лукашенко проанализирует, что путь, который он выбрал, не лучший для него. Путь недемократически считают в ЕС и ссылаются на международных наблюдателей. Последние зафиксировали. Президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. Белорусские оппозиционеры конференции в Варшаве остались довольны. И эта конференция нетипичная, потому что я очень много в своей жизни выступал на конференциях. Но так, чтобы конференция была посвящена Белоруссии, и приехали представители почти 40 стран, при том на высоком уровне, для нас это очень важно. Будущее страны должно планировать цивилизованное общество, а не нынешнее правительство. Цивилизованное общество, о котором говорят оппозиционеры, не хочет видеть президентом Белоруссии Лукашенко. Но произойдет ли экспорт очередной цветной революции? Все зависит, по мнению аналитиков, от того, сколько из 80 объявленных процентов реально набрал на президентских выборах Александр Григорьевич.